Познакомились мы с Евгением Сергеевичем в гостях у помощника председателя Клуба Героев Владимира Белых. Черняев приехал нагруженный интересными вещицами и пока аккуратно выкладывал их на стол, хозяин уютной беседки, где мы разместились, рассказал о деле, которому посвятил последние годы. Главная задача клуба – помощь и внимание людям, заслужившим некогда такие высокие звания. Героев Советского Союза остается с каждым годом все меньше, поэтому по инициативе клуба были выпущены памятные книги с именами и краткими биографическими данными людей, носящих это звание. А к 80-летию установления звания было принято решение – организовать десант на Северный полюс, поскольку первые герои СССР были летчики-спасатели челюскинцев. Семь героев выбрали разных войн, конфликтов, разных национальностей. Все семь участников экспедиции поставили на знамени свои подписи. Расписался на нем и Евгений Черняев, а после рассказал о своей работе, порой вовсе не романтической, но очень важной. Как стал инженером, как начал работать с подводными аппаратами, в глубинах каких морей и океанов побывал. А началось все с интереса к технике. У отца были Павел Буре, такие часы, поставщик двора его величества. Они у него не ходили. Я, значит, видя, что я увлекаюсь, он, видно, скрипя сердце, дал мне их. Ну и когда они пошли, он так восхитился, что мне их и отдал. После восьмого класса Евгений поступил в радиомеханический техникум и уже после первого курса отправился в экспедицию. Все хотели заграничные экспедиции, а не хватало для отрядов людей по Каспию, по Черному морю. Я пришел, естественно, меня спросили, сказал, что все умею. Ну и потом две экспедиции сразу прошло, когда все домой улетать, а прошла депеша, а Черняеву поменять билеты в Дагестан. Вот с этого момента я, вот с первой этой экспедиции, я каждые полгода проводил экспедиции. Сколько их было за 40 с лишним лет, Евгений Сергеевич и сам, наверное, с трудом посчитает. Каждая – это огромный научный труд, результаты которого – определенный шаг в изучении океанов. Но кроме научной деятельности наш герой работал и на устранении последствий аварии на подводных лодках. Работа эта была рутинная, но необходимая. В 89-м году была авария АПЛ «Комсомолец». Задача была сначала обнаружить, увидеть, отснять все за координаты, нанести на карту, где вот эти цели лежат. Потому что локатор бокового обзора с поверхности, он не дает точных данных. Глубина там около двух километров, где он затонул. Подлодку решено было законсервировать. Девять раз Черняев спускался к комсомольцу. За работу на этой атомной подводной лодке он был награжден Орденом Мужества. А после была еще одна операция, когда затонул Курск. Оттуда Евгений Сергеевич привез вот эту вещицу. Когда я детям рассказываю, она была заклинена, я ее расходил, здесь кусок резьбы целая, казалось. И можно дать в руки, это я прошу не трогать. Это, это камень, найденный на затонувшем Титанике. Он покрыт ржавчиной от лайнера, первое плавание которого завершилось так печально. На него наш герой спускался более 80 раз с Джеймсом Кэмероном во время съемок фильма о корабле. Это было в 90-х, когда отечественная наука была практически предана забвению. И сегодня еще ощутимы последствия тех лет. Молодежи мы не передали, мы не передали это дело, а представьте, с 73-го года какой опыт накоплен в этом деле. И за границей до сих пор никто и лучше не построил нас. Долго готов рассказывать Евгений Черняев о своей глубоководной жизни. А что, именно так и есть. Ведь под водой он провел тысячи часов. И это именно он в 2007 году во время российской высокоширотной арктической глубоководной экспедиции совершал погружение на дно Северного Ледовитого океана. А годом позже за мужество и героизм, проявленный в этой экспедиции, был удостоен звания Герой России. Татьяна Брылова, Сергей Лаин, Грина Кошелева. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин